Оксана Михайловна Асеева, Катя и женский портрет кисти выдающегося мастера советского авангарда Анатолия Зверева получили постоянную прописку в музейном пространстве. На выставке «Наследие XX века» дар из частных коллекций можно проследить и творчеством Михаила и Петра Кончаловских. У нас представлены в зале авангарда две его работы, но тут вот сейчас представлена работа 50-х годов Кончаловского. Это такой соцреализм, это портреты и рабочих, и деятелей культуры. А вот дальше идут работы его сына Михаила Петровича, который удивительным образом повторяет, идет по стопам отца. Также здесь представлена работа одного из родоначальников русского авангарда Аристарха Лентулова. Николай Андронов, Петр Осовский, Дмитрий Желенский являются представителями сурового стиля. В 50-х, 60-х годах их картины отражали трудовые будни и воспевали судьбы своих современников. Приковывает внимание и портрет Никиты Хрущева, написанный Александром Лактионовым в 1963 году. Художественный музей получил коллекцию живописных работ советских художников. В собрании из 22 картин музею передали коллекционеры Владимир Некрасов и Владимир Аветисян. Всегда хочется, чтобы твой подарок доставлял удовольствие тем, кому ты этот подарок делаешь. Поэтому сегодня, я считаю, для меня день выдающийся, большой праздник, чтобы все можете эти работы увидеть в этом замечательном зале. Когда мы говорим о губернии, мы всегда понимаем, что в нашей губернии жили настоящие меценаты. Мы вспоминаем Шахабал, Хон Макана, мы вспоминаем Головкин, мы вспоминаем тех людей, которые здесь прожили в этих стенах буквально. Это Аршак Петранян, он это ярко-набаз, который столько сделали для музея, для того, чтобы наша коллекция, она так звучала сейчас в России. И поверьте мне, крупнейшие выставки, федеральные выставки проходят без наших полотен. И теперь вот это собрание явно будет участвовать в больших, может быть, международных даже проектах. Социалистическое искусство с каждым годом становится все более популярным у коллекционеров и галеристов. В дальнейшем художественный музей планирует открыть зал советской живописи и графики. Татьяна Пудова, Константин Макаревич, Новости губернии.